Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и да, не удивляйтесь, что у меня такой приболевший голос, потому что я реально приболевший человек. Меня, опять же, не было долгое время, потому что я никак не могла сесть снимать для вас видео, тем не менее уже столько всего нового вышло и даже ушло. Мое последнее видео было об обновлении Хэллоуина, но сейчас уже вышло много нового, поэтому я поговорю только о том, что актуально сейчас. Так что седлайте своих коней и поехали! Седла Начнем со старого и приятного. Теперь в ССО доступен магазин, который доступен тебе повсюду. Одно и то же слово. Ну, ну и ладно. Но, к сожалению, там не все продается, как мы могли бы думать. Тут продаются, насколько я поняла, шматья только которая из торгового центра Юрвика. Все те же седла. Хотя нет, кстати, седла эти продаются у нас в Морлэнде, но я могу ошибаться. Цветы листного ореха, да, не продаются в Морлэнде. Так что сюда добавили разработчики почти все, что можно, но, как я определила, тут есть не абсолютно все. Это очень легко проверить. Мы заходим в аксессуары, просто пролистываем в самый низ и понимаем, что тут нету большинства очков. Это, если честно, очень обидно, потому что очки, которые покупают большинство людей, должны были бы здесь продаваться, но, к сожалению, их здесь нет. Поэтому надо все-таки запоминать, где их пока что покупаются. Надеюсь, вот они ненадолго, и разработчики все-таки потом их добавят. Здесь очень классно, можно смотреть снаряжение для лошадей, уздечки, пятники, седла, подковы, все, что вам душе угодно. Даже подковы из Вейлбелла добавили. Украшения, всяческие нагавки, бантики и все прочее. Поэтому, если вам говорят, что, типа, мол, нам нужно новую форму и у вас внести скаф, вы можете, прям не уходя с тренировки, купить ее. Было бы так же классно, если бы можно было бы заходить так в личный шкаф. Но, к сожалению, из-за этого доступа теряется одна волшебная вещь в Сусо. Это запоминание того, где, когда, что и поскольку покупается. Это очень жаль, потому что, на самом деле, от этого игра становится проще, но менее интересней. Я же, по крайней мере, наверняка думаю про себя, что буду и дальше кататься по Юрику и пытаться запомнить, где что продается. Последнее обновление, которое вышло, оно вышло буквально недавно. Это обновление, связанное с счастливой неделей лошадей. Все таково, что до следующей недели вам не нужно будет ухаживать за своими лошадками. Это за вас будут делать разработчики, скажем так. Поэтому вам не нужно ничего делать вообще, ни кормить, ни заходить. Но мне, если честно, это очень приятно, потому что у меня реально долго не было в игре. И сейчас у меня есть возможность покататься на абсолютно левой лошадке, у которой просто прекраснейшее настроение. И в честь этого дня уже, как второй год подряд, нам добавляют скачку, которая будет до следующей среды, и потом ее уберут. Так что давайте пройдем ее все-таки. Надо, конечно же, проверить все настройки, я же хочу, чтобы вы все слышали. Да, настройки на месте. Так, интересуешься конкуром? Тогда тебе повезло. Мы с Метеором постоянно участвуем в соревнованиях по конкуру на Юрвике. Это отличный способ стать увереннее и повысить свое мастерство веховой езды. Если ты хочешь попробовать свои силы в конкуре, то у нас есть маршрут, организованный с моей помощью и соответствующий правилами этого вида спорта. Хоть мы и не будем ставить тебе оценки, но это даст тебе представление о профессиональном конкуре. Наслаждайся демонстрацией, если до этого тебя не интересовал конкурт, то возможно теперь он станет твоим новым увлечением. Надо сказать, что еще с прошлого года мне очень сильно понравилась эта скачка. И я мечтаю до сих пор о новом манеже, в котором можно было бы сами выставлять препятствия, как большинство и онлайн идут в лошади. Это же классно, позволяет вам больше тренироваться, проходить какие-то сложные, не сильно маршруты. Я уверена, чтобы с сюжетовой игроков в реальности из-за него очень высокого эскорта, поставить себе нереально сложные маршруты, которым придется долго проживаться, чтобы наконец-таки пройти без единственной ошибки и без единственного сброшенного бортика. Это очень сложно, но тем не менее весело. Так что я не помешиваю, что не считаю каковременно. А тем не менее мы уже прошли гонку, что-то она какая-то короткая. Я думала, она такая же длинная, как и те, что были на чемпионатах по верховой езде и все прочее. Отличен Дарья, вишневая победа прекрасно справляется, верно, Метеор? Томас разрешил использовать демонстрационный маршрут до 26 ноября. Раз в день я буду помогать тебе отранироваться здесь с любой лошади на твой выбор. Если ты хочешь побить рекорд, то можешь попробовать сколько угодно раз с помощью таблиц гонок. Надеюсь, скоро мы снова потренируемся вместе. Ага, до 26 ноября. То есть, да, у нас в принципе неделя. Неделя же? Да. Неделя? Так что надо седлать коней в срочном порядке. Ах, нет, простите, простите. Больной организм немного не соображает. Две недели. У нас две недели, чтобы поучаствовать в этой гонке и насладиться конкуром в полную силу. Я же второй раз не буду здесь ничего приходить. Так что перейдем к следующей части этого обновления. Для всех тех, у кого есть лайф, как старайдер, бонус на лавке добавили что-то новое. Что же это такое? Бантик? Бантик на что? Куда ты цепляешься? Это очень милый фиолетовый банк на хвост. И надо сказать, он реально очень красивый, милый и в принципе классно выглядит. У меня нету, насколько я помню, ни одного еще такого качественного бантика. И этот будет первым. Также хочу сказать, что пока у нас длится все это мероприятие с счастливой неделей, вы можете активировать код, который дает вам 7 тысяч бесплатных подписок из старайда. Его вы можете активировать до 19 ноября 2019 года. Так что советую бы быстро его активировать, если у вас нету старайдера, и начинать играть. Также разработчики сказали, что все рекорды наверняки сбрасываются, и теперь у нас есть шанс побить рекорды читеров. Потому что все-таки это очень нечестно, по моему мнению, ставить рекорды с помощью всяких читов, лагов и заглюков. Так что давайте же честно будем пытаться поставить собственный рекорд, прокачивать лошадей и искать самую лучшую амуницу и одежду, чтобы быть лучшими. И если честно, раньше было немножечко интереснее. Раньше мы, мои друзья по клубу и в принципе по лошадкам, сидели и высчитывали, какая неделя будет следующая. Неделя обновления новых лошадей, неделя добавления новых лошадей, добавления новых сюжетных заданий, или просто какие-то события, связанные с временем года. Раньше мы сидели и все это высчитывали. Но теперь достаточно просто полистать новости на сайте до конца, и увидите, что ждет нас на следующей неделе. А на следующей неделе нас ждут кудряшки. Похоже, все-таки не так многое осталось ждать, прежде чем вот эти три места заполнятся. Потому что на следующей неделе кудряшки приедут. И я просто, смотрите, это такое милейшество, такие милые кудрявые лошадки. Я лично еще не купила ни одной кудрявой лошади. Но из этих троих, которые я надеюсь все-таки добавить в следующую среду, я куплю одну из них. Так что на этом обновление заканчивается. Простите, пожалуйста, мои подписчики, что меня так долго снова не было. К сожалению, реальная жизнь не всегда позволяет делать все, что ты хочешь. А тем не менее, скоро уже будет отметка в 230 подписчиков. И я обязательно скажу обо всем об этом в следующем видео. Так что, да, спасибо, что вы на меня подписываетесь. Спасибо, что вы бываете терпеливы ко мне, потому что не всегда получается снимать видео с постоянным таким потоком. Так что, не забывайте кормить в своих лошадках, чистить их, а также угощать морковкой. С вами была я, Даналия, и моя вечерняя победа. Так что, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok